Телескоп Эрозита на борту орбитальной рентгеновской обсерватории спектра РГ зарегистрировал новый источник на небе, который привлек внимание российских астрофизиков мягкостью своего рентгеновского спектра. Рентгеновское небо продолжает удивлять ученых. При помощи телескопа Эрозита астрофизики каждый день регистрируют всевозможные нестационарные явления на небе. Вспышки излучения от известных источников, исчезновение ярких источников, появление новых, ранее неизвестных. Одно из таких событий было зафиксировано сотрудниками отдела астрофизики Института космических исследований Российской академии наук. Это событие приливного разрушения в поле сверхмассивной черной дыры. Оно представляет собой астрономическое явление, которое происходит, когда звезда приближается достаточно близко к сверхмассивной черной дыре и разрывается на части. Происходит разрушение звезды приливными силами и часть звезды падает на сверхмассивную черную дыру, образуя аккреционный диск. И при этом возникает излучение во всех диапазонах спектра в оптическом и в том числе и в рентгеновском диапазоне. Внегалактический рентгеновский транзиент это новый источник, появившийся на участке неба, из которого ранее не регистрировалось рентгеновское излучение. Он привлек внимание астрофизиков из российской команды телескопа Эрозита в Экиран мягкостью своего спектра. В оптическом диапазоне на этом месте была обнаружена галактика, от которой ранее не регистрировалась активность ядра. Это классические признаки событий приливного разрушения звезды, как отметил член-корреспондент Российской академии наук Марат Гельфанов. И мы знаем, что у него поток в рентгеновском диапазоне светимость сначала росла, а потом стало такое ощущение, что начала падать. И будет наблюдение где-то в середине сентября, очередное, и после этого мы решим, имеет смысл продолжать его мониторирование, или мы уже все, что нам нужно, знаем. Уникальность данного события в том, что ученые зафиксировали его на самой ранней стадии разрушения звезды черной дырой. Галактик со сверхмассивными черными дырами во Вселенной очень много, однако приливные разрушения звезд крайне редки. В среднем в каждой отдельно взятой галактике они происходят раз в 100 тысяч лет. Орбитальная рентгеновская обсерватория «Спектр РГ» продолжает сканирование небесной сферы. Напомним, работа ведется при наземной поддержке полутораметрового телескопа Казанского федерального университета, установленного в Турции. Диана Шеленкова, Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.